За последние сутки в России выявлено 1459 новых случаев заболеваний новой коронавирусной инфекции. Умерли 13 человек. Всего зараженных коронавирусом в стране уже более 10 тысяч человек. Нинецкий округ, по данным на 9 апреля, продолжает оставаться свободным от инфекции. Но в самоизоляции находятся 17 жителей Наринмара, прибывшие из-за рубежа. До сегодняшнего дня наш регион входил в четверку субъектов Российской Федерации, где не было выявлено случаев заражения. Сегодня из этой четверки выпала республика Тыва. За последние сутки у восьми жителей Тувы, где ранее не было выявлено случаев заражения коронавирусом, предварительный анализ дал положительный результат. Об этом заявил глава республики. По его словам, вспышка инфекции произошла в селе Ирбан. Туда 21 марта прибыл служащий государственного ведомства из Красноярского края, который до этого уже, будучи зараженным, прилетел из Москвы. Я ни в коем случае не хотел бы драматизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе, но вокруг нас уже очаги. Если вы знаете, один из очагов – это Коми. Причем вспышка и распространение пошло из лечебного учреждения. Выведено из обращения крупнейшая больница на 600 койко-мест. Только за последние сутки в соседней республике Коми выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего зараженных 150 человек. 8 из них находятся в реанимации. Трое скончались от COVID-19. Сегодня на посту ДПС на Лаевожской дороге при въезде с Зимника на Ринмар-Усинск установят тепловизор. Тепловизор установлен также в зале прилета на Ринмарского аэропорта. В Нинницком округе с 16 марта введен режим повышенной готовности. У нас в соответствии с планом Минздрава подготовлены, выведены из оборота и находятся в режиме ожидания 79 койко-мест. Что это за койко-места? 9 реанимационных мест. Они полностью оборудованы необходимым медицинским оборудованием и оснащены аппаратами ЭВЛ. Буквально два дня тому назад был в окружной больнице, посмотрел своими глазами. Действительно, все палаты готовы. Более того, разделена грязная и чистая зона. Мы понимаем, что те люди, которые будут работать с больными коронавирусной инфекцией, это не приходящие люди, которые уходят домой. Это смена врачей, три врача, шесть человек среднего медперсонала и шесть младшего, которые зайдут на вахту на 14 дней, а в последующем еще на 14 попадут на карантин. То есть это люди, которые выходят сразу на 28 дней. Так вот, эти палаты оборудованы всем необходимым. Кроме этого, для врачей подготовлены все места для того, чтобы они могли там жить, питаться и нести эту свою нелегкую вахту. У нас сформированы бригады. Две бригады и одна резервная бригада. Ровно той численности, о которой говорил ранее. Эти бригады прошли обучение дистанционное, специально по методике лечения коронавирусной инфекции. Ряд субъектов Российской Федерации с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли решение о самоизоляции и находятся в условиях жесткого карантина. В Ненинском автономном округе введен режим повышенной готовности. Необходимости вводить карантин нет в настоящий момент. Карантин подразумевает очень жесткие ограничительные меры. Тогда бы на улицах никого не было, никто бы не работал нигде. Карантин в Краснодарском крае, в Чечне, если вы посмотрите, все, там даже животных нет на улицах. Поэтому нет необходимости нам вводить сейчас карантин и самоизоляцию. Но и пытаться каким-то образом ослабить вот эти ограничительные меры, которые мы уже ввели, тоже нужно делать очень аккуратно. В настоящее время и по 12 апреля в Ненинском округе закрыты фитнес-клубы. Салоны красоты, предприятия общепита работают только на вынос. Не работают и ряд других субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в том числе дополнительного образования. По словам Юрия Бездудного, решение в отношении работы этих предприятий или продолжения режима ограничительных мер будет принято в ближайшие дни. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова